МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Созданный Луевский плацдарм имел важное стратегическое значение и сыграл огромную роль в проведении дальнейших наступательных операций на Гомельском, Речицком, Мозорском и Калинковическом направлениях. После освобождения городского поселка Комарин советские войска вплотную приблизились к Гомелю, заняв Добруш и Новобилицу. Однако дальнейшее продвижение не имело успеха. Противник создал вокруг города практически неприступную оборону. Вермахт сконцентрировал сильную группировку войск в Междуречье, Сожа и Днепра. 20 октября 1943 года Центральный фронт был переименован в Белорусский под руководством генерала армии Константина Рокоссовского. В сложившейся ситуации командование Белорусского фронта приняло решение скрытно перебросить части к Луеву, форсировать Днепр и наступать в направлении Речицы, тем самым поставив Гомельскую группировку войск противника под угрозу окружения. 10 ноября 1943 года, после короткой подготовки, советские войска начали Гомельско-Речицкую операцию. Она в сравнении с другими была лучше подготовлена и блестяще проведена. Позже маршал Константин Рокоссовский напишет, «Перед Белорусским фронтом действовали 4-я, 9-я и 2-я армии группы «Армий Центр», которые выполняли задание германского руководства «не допустить прорыва восточного вала». Мы уже убедились в мощности этого рубежа. В лоб взять трудно. Тут нужен смелый маневр. Показывая концентрацию сил на одном участке фронта, готовили удар совсем на другом направлении. 11-я армия Ивана Федюнинского вместе с войсками Владимира Колпакчи беспрерывно атаковала противника севернее Гомеля. Основной удар нами был нанесен Слоевского плацдарма. Войскам, участвовавшим в освобождении Речицы, приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность, и вечером 18 ноября 1943 года в Москве был дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. Это был первый салют в честь освобождения городов на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Утром 26 ноября 1943 года в Гомель вошли части 217-й и 96-й стрелковых дивизий. Одновременно с юго-восточного направления в город вступили части 7-й и 102-й стрелковых дивизий. Рано утром ефрейтор Михаил Васильев установил флаг освобождения на здании городской электростанции, а лиц сотрудник армейской газеты «Знамя Советов» 11-й армии лейтенант Григорий Кирилюк на пожарной «Каланче». Москва салютовала 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий доблестным войскам Белорусского фронта, освободившим 1-й областной центр Белоруссии, важнейший узел железных дорог и мощный опорный пункт противника на Полесском направлении. Редактор субтитров А.Семкин